Дмитрий Фреско 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 А кислота, содержащаяся в них, приведет к тому, что картошка в этой кислоте мгновенно стекленеет, и вы будете ждать, пока она разварится до морковкиного заговения. Поэтому подстрахуйтесь и не спешите за кладкой томатов. Сладкий перец. Если размеры кастрюли позволяют, кладите несколько разных, и красных, и желтых, и зеленых. Может, это только в Испании так, но я заметил, что зеленые перцы, болгарские, не такие сладкие, как красные, и даже имеют такую легкую горчинку. И можно уже положить острого перца. Свежего в наших краях, к сожалению, днем с огнем не найдешь. Я использую сухой. Картошка была нарезана довольно мелкой, поэтому она уже практически готова. И вроде бы время закладки помидоров. Но к вопросу об аккуратности готового блюда. Сплошь и рядом можно видеть, как помидоры в шурпу закладывают, не снимая шкурки. И в результате гости давят с этими шкурками. Я с уважением отношусь к едокам, поэтому шкурку сниму. Для чего надрезаю помидорки крестообразно. Вот так. А теперь отправляю их в бульон на минутку. Сейчас они бланшируются, и шкурку можно будет легко снять. Уверяю вас, если вы не будете оправдывать свою лень аутентичностью блюда, гости вам будут только благодарны. Все уже бланшировалось. Вытаскиваю. Сейчас чуть остынут, и можно будет почистить. А в кастрюлю отправляется сладкий перец и вторая закладка лука. Лук во второй закладке у меня белый, сладкий. На самом деле, именно сладкий здесь не особенно важен, потому что за 5-7 минут варки горечь из любого лука уйдет. Но сладкий добавит дополнительные яркости этому блюду. И да, вот эта вот двойная закладка лука в начале варки и в конце тоже характерная особенность шурпы. Помидоры уже остыли. Самое время снять шкурку. Для закладки в супы лучше всего подходят мясистые сорта. Ну, сливки, например. А водянистые томаты довольно быстро в шурпе расползаются. Совершенно форму не держат. Нарезаю их все-таки покрупнее, чем корнеплоды. Просто потому что слишком мягкие. И в кастрюле наверняка начнут все-таки терять форму. Отправляю их в кастрюлю. Все это время я и не думал солить варево, потому что угадать с количеством практически нереально. Ощущение солености зависит от сладости и кислоты. А насколько сладкими и кислыми будут все эти овощи, никто не знает. Сейчас томаты прогреются, все начнет тихо кипеть. Вкусы всех этих овощей перемешаются. И вот тогда можно будет солить. А я пока семена кориандра затру. Как можно мельче. Примерные пропорции по этому блюду я, конечно, как всегда укажу в описании ролика. На самом деле, не заморачивайтесь. Здесь больше не пропорции и состав овощей важен, а общие принципы приготовления. Большое количество лука. В 4-5 раз больше, чем любого другого овоща в отдельности. Двойная его закладка. Сочетание похлебки как можно более разных корнеплодов. Наличие в ней сладкого болгарского перца и помидор. Кориандр, бульон и соль. Сразу, наверное, половину столовой ложки. Шурпа почти готова. Остается положить немного пряных трав. Во-первых, конечно же, базилик. А во-вторых, чабер. Только не путайте чабер с чабрецом. Разные травы. Потому что чабрец называют, например, по-другому тимьян. А чабер в Средней Азии джамбул. А в Германии вообще бононкройд. Простите мой немецкий. Что в переводе означает «бобовая трава». Так ее называют, потому что чабер помогает справиться с перевариванием бобовых вообще и крахмалистой пищи в частности. Спасает от газообразования. Прошу прощения за андомические подробности. Короче, все готово. Узбекских тарелок у меня нет. Поэтому обойдусь вот такой вот чашкой. Ужасно проголодался. Сейчас чувствую язык ошпарю. Так, ну и зелень, конечно, свежая надо обязательно. Очень яркий, очень богатый вкус. Здесь отрата перца и кислинка помидоров. Да что рассказывать. Попробуйте приготовить и насладитесь. Это действительно очень хорошо. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!